Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Доброе утро, друзья, так и хочется прокричать Доброе утро, Ярославль! Овсянка вернулась с каникул, а это значит, что теперь Каждый день в 7 утра вы сможете снова просыпаться вместе с нами И это здорово, ведь утро обязательно нужно начинать с овсянки С овсянки на Первом Ярославском И сегодня нас ждет знакомство с ярославскими умельцами И мастер-класс по изготовлению монетницы Эффективная зарядка для тех, кто долгое время проводит в сидячем положении Интересный разговор с самым известным танцором буги-вуги в Ярославле И много другой полезной информации Меня зовут Алексей Торхов, и мы начинаем А знали ли вы, что рукоделие способно повлиять на ваше здоровье? Доказано, что, например, вышивание снимает нервное переутомление, боли в голове, гипертонию А бисероплетение способно исцелить бессонницу, рассеянное внимание, головные и зубные боли И таких примеров масса Вот и наш рукодельный мастер-класс обязательно вам поможет Как минимум полезно провести это утро Поехали! Смотрим! Людмила Красникова – народный мастер Ярославской области Уже более 20 лет занимается художественной обработкой кожи В ее арсенале пеналы, монетницы, закладки и даже подушки Все, конечно, кожаное Вспоминает, первые шаги в этом деле начала делать еще в юности Начала заниматься давно Сначала для себя это был еще институт, третий курс Первая вот такая была имитация изделия То есть для себя повторила, увидела на человеке Это были серьги А после окончания института я попала работать в интернат Детей надо было занимать, поэтому все, что могла, все стала выдавать Но параллельно сама учиться И там же мое первое авторское изделие Оно тоже там было создано Это подвеска радуга Цветная, красивая подвеска Очень тоже легкая в исполнении Но, к сожалению, образца нет Так как я из, скажем так, творческой семьи У меня рукоделием занималась и бабушка И прабабушка по отцовской линии Но, видимо, так передалось По словам Людмилы, сделать самому кожаное изделие реально Главное начать с простого Один из таких вариантов – монетница Сегодня я вам покажу мастер-класс по изготовлению монетницы Такой маленький кошелечек треугольной формы Он состоит всего из одной детальки Выглядит эта деталька вот так В основе четыре треугольника со стороной 10 см На кусочки кожи вы обводите Кладете выкройку с лицевой стороны И обводите белым гелевым стержнем Особенность этого стержня То, что он потом стирается свободно И у вас, если вы чуть где-то неровно выстригли У вас это все сотрется Так, обводим Получается вот у нас вот так Вот у нас вот такая деталь Вот мы ее ввели Можно вырезать просто ножницами Секрет какой? Если вы решите заняться кожей Надо просто купить новые ножницы Которые будут у вас использоваться только для нарезания деталей из кожи Потому что бумага и картон ножницы затупляют Я, так как человек опытный, я это сделаю на коврике раскроенном с помощью скальпеля То есть по железной линейке С кожей работают только с железными линейками Канцелярским обычным ножом Я прикладываю и нарезаю Прямо по линии Все лишнее мы отсекаем Если вы обратите внимание еще раз посмотрите на выкройку Вы увидите здесь два углубления Они идут на вершинах средних треугольников То есть они нам необходимы, чтобы изделие выглядело эстетично После этого мы ноженками обрезаем вот эти оставшиеся уголочки И вырезаем вот эти выемки Мы складываем друг с другом два угла, где нет дырочек Вот таким образом И закрываем вот этот треугольничек Следим за тем, чтобы вот эти выемки у нас совпали с вершинами треугольника После этого мы вот так обводим То есть у нас все ровно и красиво Обводим два отверстия У нас получилось еще место, где проколоть еще два отверстия Раз Два Нам осталось установить две кнопки Страшно? Так И теперь мы установим средние детали кнопочек Они другими насадками Это все есть в приложениях к кнопкам, к наборам Вот В средней части, если они немножечко хлопнут Вот так Они уже вылетать не будут Но все равно они требуют, чтобы их установили насадками И так же прижимаем Вот у нас получилась деталь с установленной фурнитурой И мы опять складываем два угла, где нет кнопочек уже у нас не отверстий И закрываем Наш изделие готово Засиделись на работе А вы знаете, чтобы работа приносила радость и удовлетворение, а не болезнь и усталость? Мало выбрать дело по душе Нужно еще уметь правильно организовывать свое рабочее место А так же себя в нем Как вариант устраивать сеансы офисной гимнастики Не знаете как? Овсянка научит У нас слишком малоподвижный образ жизни Мы засиделись дома, в офисе, на диване, за столом Поэтому встаем и разминаемся, чтобы кровь доставила наш кислород к нашим клеточкам организма К нашим органам И мы чувствовали себя здоровыми, счастливыми и бодрыми Начнем нашу разминку с шеи Делаем махи вперед-назад Вперед-назад Десять раз Разминаемся Выдох Вбок Так же десять раз Лево-право Лево-право Десять раз Дышим Не забываем Сжимаем Крепко кулачки И накачиваем кровь в верхней части тела С выдохом поднимаем руки На выдохе Дышим Крепко кулачки Поднимаем И втягиваем Втягиваем живот Работаем прессом Двадцать раз на одну ножку Меняем И двадцать раз другую Вдох 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 И для заминочки мы сделаем Сто шажочков легкого бега Считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вось Дышим Сто раз Пилали Теперь Немножечко разомнемся Потянем заднюю поверхность бедра Переднюю поверхность Шею потянули И сделали легкий наклончик Все Легкая пятиминуточка И ваша кровь начала двигаться по телу Доброе утро тем, кто еще только просыпается И тем, кто уже начал это утро с самым полезным утренним шоу Овсянка на Первом Ярославском Меня зовут Алексей Торхов И сейчас мы вместе с вами отправимся в гости к интересному человеку Игорю Кузнецову Руководителю молодежного движения буги-вуги Ярославы Как появилось движение в нашем городе Почему Игорь выбрал именно это направление в танце И какие еще таланты есть у этого прекрасного парня Смотрим наше интервью Доброе, 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 доброе утро, друзья Это шоу Овсянка И это уникальнейшая, интереснейшая рубрика В которой мы познакомим вас с очень интересным человеком Игорь Кузнецов Игорь, привет Доброе утро, Алексей Доброе утро, дорогие зрители Руководитель молодежного движения буги-вуги в Ярославле Ты танцор Мейн-класса, призер множества конкурсов, фестивалей, турниров Серебряный призер Кубка России, тренер победителей и бронзовых призеров чемпионата России Все правильно? Да, совершенно верно И мне кажется, Игорь думает, что-то вы не договорили Там есть еще чуть-чуть Игорь, давай начнем, наверное, издалека, из твоей биографии Что сформировало в тебе танцора? Вот как ты к этому пришел? Ну, на самом деле я никогда не думал, что я буду танцором И тем более там руководителем клуба И что это будет моим основным родом деятельности С детства я занимался спортом Ходил в художественную школу, закончил художественную школу И у нас появилась секция акробатического рок-н-ролла И как только она появилась на районе На районе, на районе появился рок-н-ролл Мама решила меня отправить на акробатический рок-н-ролл И как-то так я втянулся, мне это понравилось Потом мы начали участвовать на соревнованиях Ну и как-то постепенно я начал приобщаться к этой теме Но, как бы, кроме акробатического рок-н-ролла Был и спорт, были другие увлечения То есть это было такое хобби интересное Хотя мы участвовали в соревнованиях, снимали призовые места То есть, как бы, это увлечение у меня появилось с детства А почему буги-вуги, Илья? Почему оно? Со временем, со временем Ну, акробатический рок-н-ролл это больше такой тяжелый вид спорта А буги-вуги это танец, который можно танцевать где угодно Можно танцевать с кем угодно, практически под любую музыку И это импровизация Если акробатический рок-н-ролл это вид спорта Где мы танцуем только с одной партнершей Поставленную программу То буги-вуги это можно и шоу-номера Можно танцевать импровизацию на вечеринках, на открытых площадках, где угодно Ну, то есть, как-то так получилось, что я со временем пришел к буги-вуги А как появилась идея создать это танцевальное движение вот здесь, в Ярославле? Вот как ты его создал? Да, я учился в университете Так, это... Это хорошо На архитектора увлекался танцами И мои друзья из окружения, они смотрели то, что я танцую И такие говорят, Палыч, научи танцевать Научи танцевать И я такой думаю, а что бы не научить? И мы сделали... Значит, я собрал несколько ребят У нас там было человек, наверное, 7 И стал вопрос о том, где нам танцевать Вот, и решили арендовать зал А для того, чтобы зал арендовать Мы решили сделать объявление, кто хочет научиться буги-вуги Типа, записывайтесь ребят И присоединяйтесь к нам И как-то так получилось, что на первое занятие Пришло там не 7 человек, а пришло там около 30 человек Я сам это не ожидал То есть никогда не думал, что буду этим заниматься профессионально Вот И со временем наша движуха очень быстро начала разрастаться То есть как-то так получилось Друзья попросили, они видели, как я танцевал в клубах Там на каких-то вечеринках просто, где играла живая музыка Один просто? Нет, я танцевал с девочкой, конечно Вот, у нас тусовка уже была Но на то время она была достаточно малочисленная И мало было молодежи в этой среде То есть мне хотелось, чтобы больше молодых людей Больше там моих друзей, больше студентов танцевало То есть тусовка такая была достаточно молодая, активная Площадка для танцев Игорь, у вас ведь является не только аудитория Не только танцевальный класс, в котором мы сейчас Где вы танцуете? Не знаю, на набережной, на улице, в парках Где-то еще у вас много мест, где можно потанцевать Особенно летом, скорее всего Ну, совершенно верно, да Мы танцуем, когда хорошая погода Мы танцуем на открытых площадках На всех городских крупных концертах Причем в Ярославле не осталось, наверное, ни одной площадки В районе центра города, где бы не проходили Какие-то наши мероприятия, open air Какие-то фестивали, там совместные выступления С живой музыкой, с оркестром и так далее Если, допустим, холодно, то мы проводим какие-то мероприятия в торговых центрах То есть, чтобы ребята могли показать свои навыки Очень много проходит мероприятий Также буги-буги – это официальный вид спорта Каждый месяц практически Это важно, это важно Да, по всей России проходят соревнования То есть, можно проявить свои навыки, таланты Вообще, чуть ли не каждую неделю Бывает такое, что у нас день через день проходят какие-то выступления Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь необычный, интересный, забавный, смешной случай Который происходил с вами во время танцев Мы как-то танцевали на Перекопе На дне рождения танцевального клуба нас пригласили Мы, значит, танцуем, танцуем У нас одного мальчика начала кусать собака за ногу Причем он сначала вроде пытался продолжить танец А потом она просто вцепилась И он несколько секунд провел с этой собакой на ноге Вот, были случаи, когда мы танцевали Собаку взяли в клуб потом по итогу? Ну, собаку взяли, в принципе, она почти не пострадала По поводу одежды очень много случаев было Такое, бывало, что лопалась там рубашка Отрывался рука Бывало такое, что я сам приехал на соревнования У меня было много танцевальной обуви Ну и сейчас, в принципе, достаточно Вот, я взял две правые кеды Я причем достаю, смотрю, а у меня две одинаковые кеды на правую ногу Я такой стресс испытал, но пришлось у ребят, которые немножко помладше Отобрать обувь для себя Вот, такое тоже бывает Курьезов очень много разных Игорь, у тебя танцует супруга Вот, как вы с ней познакомились? Вас познакомили танцы или это было как-то по-другому И она потом пришла в буги-вуги? Я был, значит, учился на первом курсе Поехал до реактива А моя супруга, она немножко старше, она была на третьем курсе И тоже состояла в союзе студентов И, значит, я первокурсник закончил кадетский корпус в Питере Я еще тогда был в хорошей форме, достаточно неплохой Подкатил к ней Ну, ты и сейчас хороший, нет? Да, подкатил к ней на дискотеке Значит, ну, как те времена танцевали-то на вечеринке? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Руки все плавно, все ниже и ниже опускались А потом она такая говорит Иди, тренируйся на девочке помоложе Вот Мальчик Мальчик, иди Мальчик, да Потому что третий курс и первый курс Первый курс, это вообще просто ни о чем Спустя пять лет Мы организовали, значит, наш клуб И подружка ее позвала, такая говорит О, смотри, типа буги-вуги хочешь попробовать? Она, значит, пришла на буги-вуги А там я уже, так сказать, набрался опыта Да, уже не мальчик И думаю, надо повторить, так сказать, попробовать Вот И, собственно, на опыте уже Закадрил свою будущую супругу Собственно Да, и мы с ней Много танцевали, выступали Собственно, мы с ней соревновательные пары Вместе вели занятия И сейчас, собственно, ведем занятия Но с недавних пор, последние девять месяцев У нас еще появился маленький Роман Игоревич Который уже профессионально танцует Да, и участник многих наших мероприятий Если на каких-то крупных публичных выступлениях Вы посмотрите по сторонам, то обязательно Роман Игоревич С дедушкой, с бабушкой С сестренкой моей Тусит и контролирует процесс на площадке Говоря талантливый человек, талантливый во всем Есть ли у тебя какие-то хобби, какие-то увлечения Какие-то еще таланты помимо буги-вуги? Таланты это такое все относительно, конечно Я очень люблю рисовать Правда, сейчас в последнее время Времени на это все меньше и меньше В основном я рисую по ночам И, как бы, чтобы навыки свои не терять И получать удовольствие от процесса Я рисую своих учеников То есть одно время у нас даже здесь Несколько лет была выставка Около 30, а может даже больше ребят Из клуба я нарисовал Потом это все им подарил И достаточно прикрыл Ну, то есть такое у меня увлечение, значит Люблю печь пирог с яблоком Это интересно Шарлотка 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 У нас даже проходил конкурс Лучшей шарлотки Участвовал только ты, да? Да, нет, у нас было 11 конкурсантов Моя шарлотка была самая навороченная Единственное то, что в последний момент Я немножко прокололся Я ее, значит, достал из духовки Она не успела остыть Я кремиком, значит, обработал, чтобы было красиво Крем растаял Она была не очень красивая, но вкусная Расскажи, пожалуйста, Игорь О планах движения буги-вуги в Ярославле Ну, хотелось бы, конечно, большего развития Много уже сделано На сегодняшний день Наша детская сборная в Ярославле Ну, одна из сильнейших в России И одна из самых многочисленных И в целом Количество танцоров в Ярославле Если брать все возраста Начиная от детей до самых старших девушек То, ну, Ярославль сейчас в лидерах По количеству танцоров буги-вуги вообще в России Вот Хотелось бы каких-то супер масштабных мероприятий Новых флешмобов каких-то И хотелось бы, чтобы Как можно больше народ танцевал и приобщалась к этой культуре На самом деле это очень прикольно И я думаю, многие, кто видят наше выступление вживую, тоже хотели бы подвигаться И никого Музыка вот эта зажигательная Рок-н-ролл, джаз Причем не только рок-н-ролл, джаз Можно танцевать практически под любую музыку Никого эта музыка не оставит равнодушным Игорь, можно ли научить танцевать человека, который в принципе не умел, не танцевал И как-то не представляет себе в танце По моему опыту как тренера 99% человек сможет научиться танцевать буги-вуги Ну, единственное, не все дойдут до срока там в 3 года Да, а кто доходит, тот обязательно научится Может немного коряво, но все равно танцевать можно Есть какие-нибудь азы, какие-нибудь базовые движения, которыми должен обладать человек, который хочет научиться? Мы попробуем с тобой сделать шаги Элвиса и пару твистов Давай посмотрим Сделай шаг раз Закрыли Неплохо, кстати Ну-ка, давайте вторая нога Два А теперь подряд Оп-оп-оп-оп-оп Ну, это практически буги-вуки, да И давай немножко Немножко твистов вспомним Это практически буги-вуки С правой ноги А ты можешь делать в принципе с какой хочешь С правой ногой Вот Хорошо Давай поделаем твисты Пам-пам-пам-пам-пам О, и руками Да, хорошо Немножко пружинки Поехали И давай, может покружимся? Давай Вот на этом Блин Отлично, отлично С нами сегодня был Игорь Кузнецов А о нем я могу рассказывать, друзья, бесконечно Потому что именно он Руководитель молодежного движения буги-вуки в Ярославле Призер Серебряный призер Кубка России Чтобы вы понимали Ну и, соответственно, танцор мейн-класса Призер множества конкурсов, фестивалей, турниров Серебряный призер Кубка России Тренер победителей и бронзовых призеров чемпионата России Игорь Кузнецов Ура Да, признаюсь, честно, после этого мастер-класса я понял, что с моей танцевальной карьерой все не так уж и плохо Танцевать мне определенно по душе А вот что делать сегодня точно не стоит Или наоборот, давайте спросим у звезд Гороскоп в овсянке Овны, умножайте свои силы, представляя себя таким, каким вы хотите быть Мечты – это очень эффективный способ мотивировать себя Тельцы Ваш уровень энергии сейчас непредсказуем Вы можете уравновесить его, добавив в жизнь физические упражнения Благоприятными будут занятия на свежем воздухе Близнецы В вашей жизни сейчас происходит многое и вам не стоит отвлекаться на мелочи Сосредоточьтесь на решении своих проблем и один за другим преодолевайте вызовы судьбы Райки По отношениям к людям и ситуациям Весы Ведите себя сдержанно и больше прислушивайтесь к миру Затишье позволит вам заметить важные детали, которые до этого убегали от вас Скорпионы Нет смысла скрывать свои достижения Если хотите похвастаться ими, то не стесняйтесь и не беспокойтесь о том, что вас могут принять за эгоиста Стрельцы Любая борьба за власть в этот день не будет для вас слишком сложной Поэтому при необходимости не бойтесь отстаивать свое Газироги То, что вы с кем-то имеете разное мнение, не делает вас врагами Вы можете прекрасно ладить с инакомыслящими Водолеи Этот день начнется медленно, но впоследствии наберет обороты К концу дня вы будете удивляться всему, что произошло Рыбы Зачем тратить деньги на журналы о знаменитостях? Вы сами по себе знаменитость, поэтому добавьте больше уверенности в своих решениях Овсянка Овсянка Доброе утро тем, кто еще только просыпается и тем, кто уже начал это утро самым полезным утренним шоу Овсянка на Первом Ярославском Меня зовут Алексей Торхов Девушки, какая сейчас самая популярная прическа? А как правильно пользоваться стайлинговыми средствами? Мы вместе с коллегами из утренней редакции озадачились этим вопросом И получили ответы и даже сняли сюжет об этом Давайте посмотрим В независимости от рода деятельности наше время диктует представительницам прекрасного пола ряд условий Уделять достаточно времени семье, быть прекрасной домохозяйкой Оставлять время для хобби, увлечений, быть успешной на работе Ну а самое главное все это успевать и прекрасно выглядеть Важный элемент любого образа прическа Но часто на укладку у девушек остается мало времени Как же создать неповторимый образ за считанные минуты? Давайте узнаем у профессионалов В этом нам помогают различные стайлинговые средства и инструменты Которые мы используем для стайлинга, для укладки О которых я хотела бы вам сегодня рассказать и показать Какие они существуют С помощью этих инструментов мы можем создавать разные волны на голове Локоны сейчас это очень актуально, очень популярно Например, вот с помощью такого инструмента мы можем создавать очень интересные волны Накручивая пряди в виде восьмерки на инструмент Мы можем получать вот такую красивую волну С утра завив упругий локон, сделав такую красивую строгую форму, четкую А потом, допустим, если она вам надоела или в течение дня эти локоны раскрепались Вы их можете просто расчесать расческой Допустим, лаки для волос, они очень легко счесываются И у вас будет совершенно другой образ, совершенно другая укладка И это тоже будет выглядеть здорово, современно, стильно Сейчас вообще актуальны очень небрежные волны Легкие такие вот локоны Сейчас очень модно серф-волна Сегодня у Ольги мы делаем одну из самых таких трендовых волн Самая современная укладка При этом она достаточно легко выполняется Любая девушка даже дома при определенной сноровке Может выполнить такую укладку Укладка выполняется утюжком с помощью обычных выпрямителей для волос Которыми мы можем как выпрямлять волосы, так и завивать При этом локоны смотрятся очень естественно, очень рассыпчато Они не как куделек накрученные, как раньше было модно А именно легкая-легкая такая выглядит, как будто бы это очень небрежная естественная волна Это сейчас тенденция во всех журналах, соцсетях Вы можете посмотреть и наблюдать у топовых стилистов модели с такими вот волнами локонами Пользуясь плойкой, помните несколько важных правил Не накручивайте и не выпрямляйте влажные волосы После того, как завили прядь, дайте ей остыть, прежде чем расчесывать Иначе не остывший локон может повредиться и не зафиксироваться А еще волосы не должны контактировать с плойкой дольше 10 секунд Так что соблюдайте простые правила использования инструментов для волос Запомните советы профессионалов по созданию неповторимых образов И в суете наших дней всегда оставайтесь обаятельными и привлекательными А сейчас настало время нашей рубрики, посвященной интересным фактам о Ярославской области Начнем с растений Минутка ботаники В овсянке Как звучит? А вы знали, что на болотах в заболоченных хвойных лесах и на торфяниках Ярославской области Произрастает богульник болотный И несмотря на безобидный и даже вполне симпатичный вид Растение ядовитое Но у него, конечно, широкий спектр применения Например, у вас радикулит или простой ушиб Вперед за отварами, настойками и мазями из богульника Нужно при обморожении Кровоостанавливающее средство Отвар и настой из растения тут как тут Настой травы богульника рекомендуют Как патагонная при простуде, бронхите, бронхиальной астме Примите настой внутрь Расширите венозные сосуды И снизите кровяное давление Эфирное масло травы, которое нужно втирать Можно использовать и в качестве обезболивающего средства При радикулитах, неврологических болях Но в больших дозах Масло способно парализовать центральную нервную систему Вызвать паралич рук, ног А передозировка препаратами Может вызвать отравление, паралич мышц сердца И дыхательных путей Поэтому точно стоит знать меру в отношении этого растения А вы замечали, что когда вы делаете добро другим Жизнь начинает играть совершенно другими красками Вот и мы с коллегами решили сделать добро И поэтому в Овсянке с этого понедельника Появляется новая рубрика В ней мы будем каждый день рассказывать О тех, кто ищет дома и заботливых хозяев Сегодня это котенок Даня Нет, это не он Знакомьтесь Котенок Даня в нашей следующей рубрике Это котик, его зовут Даня Даня очень молодой, ему наверное чуть больше годика Он примерно в начале лета был найден на пятерке То есть кот там появился неоткуда Вот несколько дней просидел под кустом Ну и конечно волонтерам стало его очень жалко И они решили его пристроить, скажем так, в приют Котик был не кастрированный Но при всем при этом он был с защитными колпачками на передних ногтях Вот, естественно, по приезду в приют он прошел все обработки Кастрацию, вакцинацию И сейчас мы очень надеемся, что он найдет себе хорошего хозяина Потому что кот очень ласковый, как вы видите, очень контактный С другими животными, в общем-то, тоже уживается хорошо Да, они отличаются отменным аппетитом Все наши животные преимущественно находятся на сухих кормах Но в качестве лакомства, естественно, они каждый день получают влажный корм То есть он в еде довольно непривередлив, скажем так С туалетом тоже проблем нет, кот привычный кормк Ну что ж, друзья, на этом у меня все Сегодня понедельник, я желаю, чтобы он был у вас максимально легкий И самый крутой понедельник в вашей жизни А мы с вами встретимся уже завтра Всем до скорых встреч Пока-пока, не грустите, мы скоро вернемся Осталось подождать совсем чуть-чуть Ровно в 7 утра Овсянка на Первом Ярославском До скорых встреч Меня зовут Алексей Торохов Ну это просто, чтобы вы не забывали Пока-пока Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу Это логично Овсянка 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 Продолжение следует...